Ты готов, Саня? Ну тогда надо запускать этот пропеллер. Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о белом чае. Многие просили в комментариях, да и я вовсе не прочь осветить этот светлый момент, так как для многих людей в нашей стране байча до сих пор считается некой экзотикой. Уж если с наличием черных, зеленых и даже пуэров народ у нас уже смирился, то белый может ассоциироваться со снегом, голубями или жкхшными белилами для деревьев, но никак не с чаем. В то время как байча один из самых древних сортов чая. Это может быть и спорный поинт, но он кажется очень логичным и таким рационально реалистичным. Ну вот представьте, что я достопочтенный житель древнего Китая. Прогуливаюсь по живописным долинам своей родины, замечаю крайне привлекательный зеленый куст, к которому никак не могу преодолеть внутреннее влечение. Подхожу, срываю пару листьев, бросаю на подоконник у себя в хижине, жду пару дней, пока он подвяливается и сушится на солнышке и вуаля, можно заваривать. Никаких тебе сминаний, никаких шацинов, никакой скрутки. Сорвал, подождал, заварил. Проще, чем собрать осенний гербарий для школьного урока труда. Но нет ничего сложнее, чем сделать просто. Как и в любом ремесле, тут решают нюансы. А в случае с приготовлением белого чая их очень много. Но давайте по порядку. Для начала дадим базу. Белый чай – это не отдельный сорт растения. Это вид обработки. Точно так же отличаются по способу приготовления зеленые, красные, желтые и улунские чаи. Обработка в данном случае состоит из трех этапов – сборка, подвяливание и сушка. Еще раз. Белый чай может по праву называться белым, если он был собран, подвялен и просушен. Просто? Да. Но нелегко. На конечный результат влияет и температура, и освещенность, и влажность, и даже интенсивность ветра. И самое высшее гунфу – это через влияние на все вышеописанное добиться оптимального результата. А подобные навыки, где ты ощущаешь процесс на кончиках пальцев, приходят исключительно с опытом. Посему грамотных чайных технологов в Китае чтут и уважают. Как вы уже поняли, белый чай можно назвать самым близкоприродным и естественным. Просто потому, что он проходит наименьшее количество манипуляций в процессе производства. А это значит, что на конечный результат огромное влияние будет оказывать именно исходное качество сырья. В качестве примера возьмем один из самых популярных белых чаев – Байхау Инжэнь. Буквально перевод – серебряные иглы с белым ворсом. Это прям хрестоматийный пример высокосортного белого чая. В производство идут исключительно почки. Кстати, с этим сортом часто возникает путаница, ибо самым трушным считается фудинский оригинал, а на рынке также есть юнаньская реплика. Мне, собственно, нравится и тот, и тот вариант. Фудинский Байхау стоит дороже, и его стоит попробовать. Но если вы для себя не видите особой разницы, то берите юнаньские иглы и не парьтесь. Кстати, любопытный факт, что семантически любой советский житель был очень близок к белому чаю. Ведь на каждой уважающей себя жестяной банке с чаем было написано «Байховый». Чай там, правда, внутри был красный, и ворсом там даже и не пахло. Но писать нужно было, ведь «Байховый» было почти синонимом элитного. Но по факту это абсолютная бессмыслица, если только внутри не «Дяньхун» да «Дзэджэнь». Тогда готов примириться с эпитетом. Но вернемся к белому. Любопытно, что в отличие от зеленых чаев, где обязательным этапом является шацин или убийство зелени, или фактическая остановка дальнейшего окисления, белые чаи после сушки вполне себе могут дозревать. Причем процесс этот протекает не так равномерно, посему и получается такой спектр цветов в чайных листьях того же «Баймудань» или «Шоумэй». Там и зеленушные оттенки присутствуют, и отчетливо бурые. Тут же уточню, почему тогда белый чай не окисляется полностью, как, например, красные чаи или улуны. Все просто, потому что его не сминают. А красные сминают, чтобы клеточную мембрану нарушить, пустить сок и запустить активный процесс окисления. Отсюда идет молва про особенную пользу белого чая. Раз он получает минимальное количество преобразований, значит максимально близок к натуральности и естеству, а значит максимально полезен. Я не медик и не биохимик, и оставлю эту тему соответствующим специалистам и маркетологам. Но если в тему пользы чая хотите погрузиться, смотрите видео по всплывашке. Хотя в Китае считается, что белый чай помогает при повышенном давлении, холестерине, глюкозе, радиации и старении. Чувствуете, да, что каждая выпитая чашка чая разоряет аптекаря? Второй вывод, который можно сделать из способности белого чая медленно окисляться со временем, это то, что существуют выдержанные белые чаи. И они классные. Тот же Бай Мудань, белый пион, и Ла Шоу Мэй, выдержанные брови старца. Этот эгрегор не так наработан, как в случае с выдержкой пуэров, но в Китае есть свои ценители выдержанных белых чаек. Единственный сорт, к которому это не относится, это, пожалуй, Байхау Инжэнь. Почки желательно испить в течение трех лет после приготовления. То, что белый чай нужно пить исключительно свежим, это очередной миф. Собственно, развеянный. А теперь поговорим про географию произрастания. Родиной современного Байча считается провинция Фудзянь. Да, это та самая, на юге которой произрастает Тигуанинь, а на севере Дахумпао. А в довесок и белый чай еще тут, но уже на северо-востоке, в уезде Фудзянь и в городе Дженхэ. Культовым местом считается гора Тайму, хотя большую часть чая собирают на плантациях у подножия горы. Серебряные иглы, белый пион и брови старца берут свое начало в этих местах. Гунмэй тоже. Способ приготовления у них практически идентичный. Основное отличие в изначальной сортности сырья. Ну а что, на всех же почек не напасешься, да и дорого это, а китайцам тоже нужно как-то денежку зарабатывать. Также делают белый чай и в Юньнане. Про юннанские серебряные иглы я уже упоминал выше, но стоит также сказать про Юэ Гуэнбай, белый лунный свет. Этот белый чисто юннанская фишка. На его примере можно рассказать о разнице фудзинского и юннанского чая. Здесь немного разные виды чайного растения. В фудзине это синенсис, а в юнане осамика. Не буду утомлять вас ботаническими подробностями. Скажу лишь, что при идентичной обработке чай из них получается со своей спецификой. Осамика охотнее окисляется даже без активного сминания. Посему при производстве белого чая этот нюанс учитывается, чтобы белый не стал красным. А вот в случае с Юэ Гуэнбай можно его отчетливо увидеть. Если плотно его заварить, то покажется, что белый по своей органолептике просто перешел в красный. Но я этот чай все равно очень люблю. И завершим наш сегодняшний ликбез советами по завариванию. Главный критерий, чтобы вам было вкусно. Я предпочитаю заваривать белый чай чуть остывшим кипятком в районе 85 градусов. Главным образом это относится к Баймудань и Шоумей. 5-7 грамм на 150 миллилитров и проливаем. Время экстракции 5-10 секунд. Наши белые проливы в 8 выдерживают стабильно. Байхауэнжэй могу и кипяточком крутым залить. Юэ Гуэнбай тоже кипятком завариваю. Из посуды выбираю все подряд, кроме пористой глины. И фарфоры, и керамика, и стекло у меня в ходу. Но чаще всего это фарфоровая гайвань. Легкий материал ассоциируется с легким чаем. А вот про воздействие я ничего сегодня специально говорить не буду. Потому что мне очень интересно, чтобы вы сами попробовали разные сорта белого и поделились впечатлениями в комментариях. Для удобства размещу все ссылки в описании к этому видео. Пробуйте, наслаждайтесь и не берите низкокачественную байховую солому не пойми где. А то впечатление испортите. Ну окей, будем завершать. Если вопросы остались, задавайте в комментариях. Будем вместе разбираться. Если ликбез полезен был, поддержите лайком и подпиской. Хорошего вам дня. Оставайтесь на чайной волне. Ну а если в тему пользы чая хотите погрузиться, смотрите видео по всплывашкам.